Сейчас мы с вами начнем с особенностей лечения гриппа ОРВИ в период пандемии COVID-19. Выступает Оксана Анатольевна Гизингер, профессор кафедры микробиологии Российского университета дружбы народов РУДН. Пожалуйста, вам слово, я из эфира выхожу. Огромное спасибо за уже второе приглашение. Мне очень приятно говорить о таких вещах, как умонологу и сотруднику кафедры микробиологии и вирусологии. Поэтому сейчас мы постараемся детально подойти к разбору особенностей лечения гриппа ОРВИ в период COVID-19. Ну и может быть я в чем-то поделюсь своим собственным опытом об использовании тех или иных препаратов. С чего нужно начать? Всегда исторически как-то мы начинаем с карты, да, о том, что вирусы мутируют, непрерывно меняются. И мы еще с третьего курса университета медицинского или академии знаем об антигенном шифте и антигенном дрейфе. То есть те самые мутационные изменения, генетические изменения, которые дают нам новые штаммы, более-менее верулентные, которые преодолевают видовые барьеры и становятся, к сожалению, очень опасными для человека. Трудно сказать действительно, какая ситуация до сих пор неясна с COVID-19 и его происхождение тоже находится в стадии изучения. Но тем не менее мы имеем то, что те знания, которые сейчас у нас есть, и мы, соответственно, с ними и работаем. Какие были на сегодняшний день уже интересные сведения? Были разговоры о связи, положительных корреляционных связях между COVID-19 и климатическими изменениями. Доказательств особых мы не увидели. То есть нет доказательств того, что более теплые условия, вот мы все ждали лето, вот лето произойдет и сразу станет хорошо. Так вот, доказательства отсутствуют, что более теплые условия снижают эффективность передачи COVID-19 до такой степени, что потребуется мало дополнительных вмешательств для сдерживания распространения. Об этом говорится и в исследованиях наших иностранных коллег 2020 года, потому что сезонные средние показатели с поправкой на каждую страну, в которой было проведено исследование, это Соединенные Штаты Америки, это страны Евросоюза, данную мысль не подтвердили. Ну, в общем-то, и российские особенности тоже не подтвердили данную мысль. Что у нас есть на самом деле? Хочу представить, это очень интересная и правильная, скажем так, фотография, которую можно использовать в том числе и в микробиологии. То есть сидит собачка, вот надпись-то хамиокуральский. И поскольку грипп, ОРВИ, COVID-19, они дают нам обманчивые на первых порах до появления лабораторных каких-то показателей, очень важных, ПЦР, например, либо иммунологические исследования, до этих моментов мы будем иметь классические позиции, такие как температура тела, частота дыхательных движений, сатурация, отсутствие дышки или наоборот ее присутствие, отсутствие клинической картины пневмонии. И тогда врач на какой-то период времени остается вот со своими мыслями о том, бактериальная ли инфекция, либо вирусная. И если мы думаем о вирусной инфекции, то, к сожалению, мысли-то у нас вот такие прям три единства. Либо это грипп, либо ОРВИ, либо COVID-19. И вот эти обманчивые фенотипические данные приводят к тому, что постоянно доктору приходится мыслить о том, как правильно выстроить тактику обследования и тактику лечения на первых этапах пациента. Особенность течения ОРВИ у COVID у детей и взрослых приводит к необходимости внимания и подхода в такой дифференциальной диагностике. Во-первых, нам нужно проводить диагностику с гриппом, парагриппом, аденовирусной, РС-инфекцией, риновирусной, метапневмовирусной. Ну и тут же рядом у нас герпесвирусные инфекции, которые тоже могут дать очень похожую картину на каком-то этапе. Это картина и фарингита, и конъюнктивита, и ларингита, и диареи. Поэтому на повестке дня стоит достаточно большое количество вирусов и естественно, что для каждого доктора, будь то это терапевт, или будь то это иммунолог, как я, очень важным является выбор препарата противовирусной терапии. Кроме того, мы всегда должны понимать о патогенетических особенностях инфекции, воспалительных заболеваний, дыхательных путей. Что происходит? Самое главное, это, конечно, резкое увеличение патогенов на поверхности слизистых оболочек. То есть это нарушение или дисфункции факторов антимикробной защиты, то есть врожденных факторов антимикробной защиты. И далее мы имеем, с одной стороны, усиление антимикробной защиты и сопротивляемости с выработкой, например, активных форм кислорода. С другой стороны, мы будем наблюдать активацию факторов перекисного окисления липидов при снижении активности ферментов антиоксидантной системы, знакомых нам. Это глютатион пероксидаза, это супероксидисмутаза, это каталаза. То есть мы видим активацию синдрома системного воспалительного ответа достаточно часто. На фоне каких двух больших событий? Это дисбаланс системных, локальных, клеточных и гуморальных факторов иммунитета, раз. И это оксидативный стресс. Об оксидативном стрессе мы всегда должны думать, помнить и говорить. Но проблема-то и состоит не только в том, что у нас есть определенный один-единственный возбудитель, и он формирует клиническую картину. Очень часто это запротоколировано в статьях российских, зарубежных наших коллег, что есть определенная корреляция между частотой по инфекции COVID-19 и тяжестью заболеваний. То есть в период, скажем, с 1 по 4 месяц 2020 года и с больных респираторными симптомами в общей сложности, обратите, пожалуйста, внимание, больше половины пациентов имели либо вирус вирусный, либо вирус бактериальной ассоциации. Причем риск смерти был почти в 6 раз выше у лица, сочетанные с инфекцией SARS-CoV-2 и гриппа. Это тоже важно, такое взаимное усиление при наличии двух и более вирусных инфекций у человека. Об этом же говорит еще одна статья о частоте коинфекции COVID-19 и тяжести заболеваний среди пациентов. То есть мы рассматриваем и гемофилиус инфлюенса, и клепсиелопневмония, такие патогены, как золотистый стафилококк и другие вирусы. И мы видим, что частота и ухудшение состояния пациентов очень четко коррелируют с наличием или количеством вирусных или бактериально-вирусных миксов. Дело в том, что период пандемии COVID-19, в котором мы сейчас все находимся, и терапевты, и вот иммунологи, как я, накладывают для нас с вами свои особенности, свою зону ответственности к подходу к терапии гриппа ОРВИ. Во-первых, рекомендованы препараты с прямым противовирусным действием, как в клинических рекомендациях. То есть это препараты, содержащие действующее вещество, например, и не сами едит и умифеновир. Это рекомбинантные интерфероны, они тоже у нас есть, и мы об этом говорим. Потому что индукторы интерферона, иммуномодулирующие препараты, прямо цитируют, но, к сожалению, не могут заменить прямые противовирусные препараты и должны применяться, как, собственно говоря, и советуются в составе комплексной терапии. Поэтому в любом случае глобальная стратегия и нашей страны, и Всемирная организация здравоохранения, и на 2020 год, и на 2021 год и так далее, это разработка и внедрение, и апробация антивирусных противовирусных препаратов. Дело в том, что в клинических рекомендациях как раз и разработан консенсус главных специалистов, которые представляют вот такие большие направления, как терапия, пульмонология, инфекционные болезни, эпидемиология. Что это за клинические рекомендации? Это лекарственная терапия острых респираторных вирусных инфекций ОРВИ в амбулаторной практике в период эпидемии COVID-19. Вот это тоже одно из наших, скажем, таких вот действующих и очень важных пособий для того, чтобы понять, как правильно поступать в первые эти 72 часа. То есть комплексный подход к стартовой терапии ОРВИ. Первые 72 часа должен включать три компонента терапии. Это этиотропная противовирусная терапия, иммуномодулирующая, противовоспалительная и жаропонижающая терапия. И, конечно, терапия, направленная на детоксикацию и при необходимости, а необходимость мы уже патогенетически с вами обосновали, антиоксидантной терапии. То есть это на сегодняшний день доказанные факты, которыми мы должны пользоваться. Если мы говорим о гриппе легких и средне-тяжелых форм, то они сами едят. Можно и нужно использовать по 0,5 грамма три раза в день в течение пяти дней. Это очень важная рекомендация. И почему в данном случае я выступаю и делаю это с большим удовольствием, потому что для меня данный препарат и данное действующее вещество как раз явилось очень приятным и правильным методом в выборе стратегии лечения пациентов, начиная с пациентов, с которыми непосредственно работали, и, соответственно, самой себя. Кроме того, результатом явилась публикация статьи на данную тему. Далее. Энисамиид или набазид – это противовирусный препарат, как раз мы о нем сейчас говорим, для лечения гриппа и ОРВИ. Мы опять с вами пояснили вот эти первые 72 непонятных часа. Это дело в том, что набазид является важным производным, который эффективно подавляет действия вирусов и других возбудителей острых респираторных инфекций за счет непосредственного или, я бы так сказала, ингибирующего влияния на процесс проникновения вируса через клеточную мембрану. Это очень важно, то есть процесс проникновения блокируется. И таким образом показания к применению – это грипп и острые респираторные инфекции. Как я уже и ранее говорила, по 0,5 грамма 3 раза в сутки от 5 до 7 дней. И на сегодняшний день уже существует и достаточно долго сам препарат работает эффективно статьи, которые доказывают клиническую эффективность. То есть результаты клинических исследований сами едидонабазита для лечения гриппа и ОРВИ. Конечно, самая первая позиция, о которой всегда говорю я, вот как иммунолог – безопасность, эффективность и целесообразность. То есть безопасность подтверждается результатами и европейских коллег, и российских коллег в обзоре текущих и перспективных направлений противовирусной терапии гриппа и острых респираторных вирусных инфекций в России. Статья 2019 года, где подробно описана и эффективно доказана безопасность препарата инфекционабазит для лечения гриппа и ОРВИ, что для нас, конечно, важно. То есть первая позиция – безопасность. Кроме того, мы теперь знаем, что они сами едид включен в классификацию Всемирной организации здравоохранения как препарат с доказанным прямым противовирусным действием. Почему? Потому что в Соединенных Штатах Америки доказали, что введение и не сами едидов в течение 4-х часов после введения вируса АН1Н1, H и N, мы знаем, гемоглютинина нейроминидаза, в клетки бронхов человека приводят, а теперь задумайтесь о цифре, к стократному или более снижению титров вируса. То есть было, скажем, 100%, а осталось 0. Это очень важный такой показатель микробиологический, что позволяет предположить, что препарат 100% влияет на раннюю стадию репликации вируса гриппа. То есть для нас это хорошие такие показатели и достаточно эффективно серьезный повод подумать о внедрении и внедрять этот препарат в практику. Доказанный противовирусный механизм действия. То есть для меня, как для иммунолога, всегда очень важно ответить на вопрос пациента, как работает препарат и правильно объяснить, как работает. А не только сказать, что он хороший, потому что все говорят, что он хороший. Механизм противовирусного действия на базе основан на влиянии на структуру, рецептор, связывающий функции гемоглютинина и респираторных вирусов, в том числе гриппа, обеспечивающий вирионом возможность прикрепления. То есть мы эту возможность просто блокируем. Плюс еще одно очень важное свойство. Мы должны активировать противовирусный иммунитет так или иначе и выработка интерферона в данном случае принципиально важна, так как вот набазит обладает интерфероногенными свойствами, способствует повышению концентрации эндогенных интерферонов в плазме, в крови в 3-4 раза. Это важно. Повышает резистентность организма к вирусным инфекциям и снижает уже эту клиническую особенность развития осложнений и тяжесть этих осложнений. Почему мы важны и почему мы много говорим об интерферонах? Потому что интерфероны первого типа – это та самая индукция, это та самая сигнализация, это те самые механизмы взаимодействия не только при гриппе и ОРВИ, но и при COVID-19. И возможности такой межклеточной коммуникации, то есть нормализации этой коммуникации, мы, конечно, должны использовать в данной ситуации эпидемиологически неблагоприятные. То есть мы должны на пользу пациента использовать все возможности, которые могут быть, в том числе возможности вот такого препарата с комплексным действием – противовирусным и интерфероногенным. То есть вот та реакция, которая происходит на выработку интерферонов, конечно, это стратегия защиты. Главное, чтобы правильно было спланировано интерфероногенное действие препарата, что, собственно, на базите и соблюдается абсолютно. Обращаю внимание, интерферон-альфа и интерферон-гамма у нас генерируется. Интерферон-альфа обладает противовирусным действием, мы теперь об этом очень хорошо знаем, об этом говорят много, долго и подробно, и имеет прямое действие на репликацию вируса гриппа, ОРВИ, и теперь мы говорим уже и о COVID-19, да, плюс уничтожение инфицированных клеток и защита неинфицированных. Выработка интерфероногаммы – это иммунотропное действие, и это стимуляция антителообразования, фагоцитоза, то есть это тот самый завершенный фагоцитоз, когда мы имеем все стадии от захвата в конечном итоге до переработки клеточного дебриса. Это тоже важно, и на это я рекомендую обратить внимание. Теперь результаты собственных исследований, пожалуйста, посмотрите. Кафедра иммунологии МИРУДМ, 20-й год, иммунологическая эффективность комплексной терапии ОРВИ с использованием они сами едит на базе по 0,5 грамма 3 раза в день. Обратите внимание, медиана достаточно большая, 29,5, 56,7. И мы видим, что после лечения по сравнению с базисной терапией мы регистрируем восстановление секреторного иммуноглобулина А, а это тот иммуноглобулин, который обладает антиабгезивными свойствами, то есть препятствует адсорбции вируса и бактерий. Мы видим снижение интерлекина 6, то есть это очень важный правильный показатель, да, повышение интерферона гамма и интерферона альфа, и, соответственно, снижение со 134 до 22 уровня интерлекина 1-бета, это тот самый пропоспалительный цитокин. Точно так же реагирует и интерлекин-8, хемотоксический фактор нейтрофилов с 7,54 до 1,35. То есть на самом деле мы видим нормализацию цитокинового баланса или, наоборот, регуляцию цитокинового дисбаланса, что также говорит о иммунологической эффективности данного препарата. Кроме того, были очень серьезные исследования вне грибов в 2019 году, проведена оценка терапевтической эффективности, опять, безопасности схемы лечения ОРВИ, включающие театропную, несамиидит терапию и симптоматическую. Все результаты данного исследования были опубликованы, статья перед вами, и опять мы видим, что комплексная терапия на позит плюс симптоматическая в конечном итоге показала высокую клиническую и иммунологическую эффективность. Количество пациентов 134. То есть исследование было проведено по всем правилам для такого типа работы. Динамика сывороточных интерферонов альфа и гамма в последний день терапии несамиидитов в данном случае, обратите внимание, тоже претерпела особые изменения. И мы видим, что несамиидит статистически повышает уровень также доказанных интерферонов альфа и гамма, активируя клеточные гуморальные факторы врожденного иммунитета, что для нас принципиально важно. Но есть еще одно действие, которое мне показалось интересным и для себя, как для заболевшего, к сожалению, пациента, так и для пациентов моих. То есть это индекс противоотечного и противовоспалительного действия. То есть выраженное противоотечное действие препарата на базит соответствует суточной терапевтической дозе для человека. Через 24 часа значительно снижал степень развития отека. То есть это тоже важно. То есть индекс противоотечного действия, что это такое? Это такой интегральный показатель, который оценивает динамику данного признака. То есть для инисамиедидов дозировки эквивалентной разовой терапевтической дозе у человека индекс уступал, конечно, ибупрофену, но, собственно говоря, в эквиваленте суточной дозы в целом он его превосходил, что делает препарат очень интересным, универсальным противовоспалительным средством. Дальше. Анальгизирующее действие на базита, оно чем было тоже важно? Оно также уступало эффекту ибупрофена, но, тем не менее, было значительно выражено. То есть если мы назначаем пациенту такой препарат, то мы получаем сразу такой комплексный эффект. И поэтому выраженный анальгизирующий эффект развивается через 48 часов от начала терапии, что также зарегистрировано по результатам исследований. Обратите, пожалуйста, в терапевтический архив, серьезный журнал номер 1, 2021 год, по сравнению с плацебо, то есть плацебо-контролируемое исследование. Общая оценка эффективности терапии НИСА-МИЭТИТ по шкале ТСС, то есть самооценка пациентами 8 симптомов ОРВИ, то есть это 3 системы, головная боль, боль в мышцах, познабливание, 5 местных, боль в горле, заложенность носа, нашу кашель, тихание, показало. Очень интересный такой вот у нас получился с вами график, что медиана общей выраженности проявлений ОРВИ со 2 по 4 день составила 4,33 балла в основной группе и 6 в группе контроля. Казалось бы, всего 2 единицы, но 2 единицы – это достаточно большая цифра, 2 единицы – порядка 30%, и эти 30% – весомая цифра. Далее, продолжительность лихорадки основных клинических симптомов ОРВИ также снижается в 3 раза, то есть в 3 раза мы видим улучшение состояния человека по продолжительности лихорадки, и, соответственно, пациенты показывают очень высокий комплайнс к данному препарату, потому что он эффективен и он работает. Он работает уже практически сразу после назначения. Далее, межквартельный диапазон, то есть при основной группе в 3 и контрольной 3,83 по продолжительности локальных проявлений ОРВИ на фоне применения НИСАМИ и ЕДИН сокращается на 28%. Когда я читаю такие лекции интерным ординаторам, я говорю, что за каждым процентом, собственно говоря, стоит человек. 28 – это относительная цифра, то есть процент – это человек. То есть мы видим улучшение у определенного количества людей по определенному количеству признаков. То есть демонстрирует препарат высокую клиническую эффективность. И, конечно, сейчас принято говорить об антибиотикорезистентности. Всегда говорим. Так вот, ответственный выбор врача состоит как раз в том, чтобы снизить нагрузку антибактериальными препаратами и уменьшить такую дополнительную антибиотикотерапию. Так вот, применение препарата на фазит как раз и позволяет это сделать, потому что меньшее число осложнений и, соответственно, меньшее количество случаев, когда требуется назначение антибактериальной терапии. Далее. Дальше я бы хотела по окончании, уже заканчивая, сказать, что по объективной оценке терапии, они сами едят пациентами. На пятый день пациенты из группы, где применяли препарат на фазит, оценивали эффективность лечения. Они оценивали статистически значимым и потом уже считали. И сами пациенты говорили, что лечение было более качественным. Им помогло раньше и чувствовали они себя лучше. То есть они отдавали предпочтение такому виду терапии. Как раз в группе принимавших они сами едят. По сравнению с группой, где препарат не использовался, неудовлетворенных лечением пациентов не было. Тогда как при стандартном лечении были пациенты, которые для себя считали, что их могли бы полечить немножко и получше. То есть вот такие вот отзывы. Что я хотела бы сказать в заключении? Что у нас с вами сегодняшний день есть очень-то серьезный, достойный препарат, который обладает выраженным клинико-иммунологическим действием. Очень важно, что с корректирующим действием, восстанавливающим продукцию цитокинов, ликвидирующим и не дающим возможности сформировать вот те самые цитокиновые выраженные нарушения, вихри, штормы и потом уже, соответственно, цитокиновые штили. Это раз. Далее анальгизирующие противоотечные эффекты, высокую клиническую эффективность. И что для меня немаловажно, это, конечно, комплайнс. То есть пациенты начинают принимать этот препарат и заканчивают принимать этот препарат, не прерывая лечения. И профилактическими мерами, ну, естественно, этим закончить. Нужны, конечно, нам вакцины, они у нас есть, противовирусные препараты, которые мы сейчас предлагаем. Далее это средства индивидуальной защиты, противоинфекционного контроля. И при необходимости мы говорим о и респираторной поддержке, антибактериальной терапии. Должна сказать, что залог успеха, конечно, своевременное, грамотное применение препарата и думающий врач, который всегда держит в голове возможности использования таких вот препаратов с комплексным механизмом действия. И прогнозы по циркуляции COVID-19. Довольно знакомая схема. Мы видим, что как раз у нас сегодня ситуация осенних пиков и медленного горения, и необходима готовность вот к 18-24 месяцам активной борьбы. Об этом говорят и европейские источники. И тогда способ применения и режим дозирования на этапе до подтверждения диагноза COVID-19 на сегодняшний день является очень важным. То есть применение не самиадита показано и обоснованно на этапе до подтверждения диагноза COVID-19 как препарата, обладающего противовирусной активностью против респираторных вирусов и эффективным противовоспалительным действием. Опять мы говорим взрослым на базе по 0,5 или 500 мг 3 раза в сутки рекомендованный курс лечения от 5 до 7 дней. Детям с 12 лет по 250 мг 3 раза в сутки на протяжении 7 дней. И опять же, и новые клинические данные. В терапии COVID-19 сейчас проводится такое исследование у госпитализированных пациентов средне-тяжелого течения. Исследование, опять говорю, про доказательную базу. Это очень важно. Адаптивное, рандомизированное, открытое, контролируемое исследование третьей фазы для оценки эффективности, безопасности препарата на базе. Продолжительность лечения 7 дней, период участия в исследовании 14 дней, количество рандомизированных пациентов 194. И мы видим, опять же, по первому этапу клинического исследования результаты клиника иммунологическая эффективность. Медиана в сутках от начала лечения рутинной терапии до комплексной терапии выявила купирование лихорадки. Мы видим частоту дыхательных движений, которая изменилась, то есть нормализовалась. И, конечно, резко снизилась доля пациентов с развитием дыхательной недостаточности, включая тех пациентов, которые требовали как раз и оксигенации, оксигенотерапии и так далее. То есть всех таких высокотехнологичных методов лечения. И, естественно, что достоверное различие показало восьмой день в группе набазита, девятый день в группе рутинной терапии, один день – это достаточно много. И доля пациентов с развитием дыхательной недостаточности развилась в группе набазит только у почти 4%. Мы сравниваем с группой рутинной терапии 7,62, то есть в два раза. И летальность группы набазит погиб 1 пациент, в группе рутинной терапии – 5 пациентов. То есть разница тоже соответствующая, достоверная. Таким образом, они сами едят эффективный, безопасный противовирусный препарат. Его назначение повышает приверженность терапии, и ретроспективная оценка результатов предполагает наличие у данного препарата дополнительного противовирусного действия, которое сейчас изучается. Огромное спасибо. Извините, если я чуть-чуть превысила лимит. Спасибо большое. Спасибо. Тут вопрос. Ваше отношение к коронавирусу? К коронавирусу при ковиде? Ну, как иммунолога, я хотела бы сказать, да, наверное, в большей степени. Как иммунолог, я считаю, что такой препарат, он, наверное, имеет место быть, но, скажем, в моей практической жизни, в моей терапевтической практике, я бы использовала несколько иные схемы. Понятно. Сочетание набазита с осель-те-мевиром. Я в них это путаюсь, да? Ну, такое сочетание возможно, и такое сочетание даже прописано в схемах терапии. Мы сегодня с вами его как раз и демонстрировали. Так, еще вопросов. Вопросов, я так понимаю, что нет. Ну, тогда мы просто переходим, наверное, к дальнейшему изложению. Спасибо.